Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать, как ухаживать за гералью или пеларгонией осенью, чтобы она прекрасно перезимовала в квартире в домашних условиях. Без прохлады освещу такие проблемы в уходе осенью, как комфортная температура для пеларгонии, освещение, когда стоит подсвечивать, полив, очень важный момент осенью, обрезку осенью, обрезать или нет пеларгонию, удобрения, и стоит ли их применять, и в каких случаях обязательно. Проблемы с листьями и почему они постоянно желтеют осенью. Самое важное, чтобы сохранить пеларгонию или гераль, необходимо правильно и с любовью ухаживать за цветком. Тогда она ответит вам взаимностью, красивым пышным зеленым кустом и прекрасным цветением. Да, пеларгония при хорошем уходе может цвести всю осень и даже зиму, если вы ей создадите комфортные условия, о чем я обязательно вам расскажу. Итак, пункт первый. Комфортная температура. Многие садоводы свои пеларгонии или гераль выращивают на садовом участке, где ей просторно, комфортно и ей там очень хорошо. Но места в квартире мало, все не занести. Есть три варианта решения. Обрезаем растение до палок, примерно 5-10 см оставляем. Удаляем всю листву и оставляем ствол 10 см и корни. Затем, если растение было на участке, все пересаживаем в горшки, в ту же сухую землю и храним такие растения в погребе, прямо в таких горшках. Второй вариант. Если у вас есть погреб, а горшков с пеларгониями очень много, то обрезаем пеларгонию до состояния палок, оставляем ствол 10 см и небольшой земляной ком на корнях, все заворачиваем в газеты и храним в коробках с опилками при температуре плюс 2-5 градусов. Такие растения уходят в спячку при такой температуре и до весны легко сохраняют свежий вид. Третий вариант. Заносим домой все свои пеларгонии и растим и ухаживаем за ними дома, при комнатной температуре. Многие обрезают осенью своей пеларгонии, а некоторые любят, когда пеларгонию осенью красиво цветет, поэтому выбор всегда за вами. Освещение. Когда стоит подсвечивать? Многие садоводы никогда не подсвечивают своей пеларгонии, но учтите, солнца нет, большое количество времени, и растение начинает вытягиваться. В результате у вас за осень и зиму отрастут палки и листья часто будут желтеть от недостатка солнца. Если у вас немного кустов пеларгонии, то лучше всего поставить их под фитолампы 18 ватт. У меня лампы, фитолампы розового и кремового свечения. Под фитолампами пеларгония отлично растет, не вытягивается, листья всегда зеленые, и под лампами пеларгонии закладывают новые бутоны и начинают активно цвести. Полив. Очень важный момент осенью. Как правильно поливать пеларгонию осенью? Дело в том, что маленькое растение, например, обрезанное пеларгония, требует меньше полива, чем пеларгония, которая имеет большой и пышный куст. Поэтому, чтобы никогда не ошибиться с поливом, проверяем землю на ощупь. Если земля сухая, то поливаем, если влажная, то нет. Также не держите землю долго сухой, иначе листья начнут желтеть, а зависти начнут опадать. Маленькие обрезанные пеларгонии поливаем по чуть-чуть. Не надо заливать весь горшок, как вы делали раньше, лучше добавить немного воды. Обрезка осенью. Обрезать или нет? Обрезать или нет, всегда решать вам. Я же расскажу, почему это стоит делать и в каких случаях не стоит обрезать. У меня есть растения, которые обрезаны осенью и не обрезаны, но они еще цветут. Есть даже пеларгония, которая обрезана в начале сентября, и она распушилась и снова зацвела. Стоит обрезать растение и оставить ствол до 10 см лишь в том случае, если вам не нравится куст. Если растение цвело, и вы хотели бы обновить целиком пеларгонию. Многие считают, что пеларгонию не стоит обрезать осенью, так как именно осенью и зимой цветок уходит на сон, вытягивается и плохо растет. Лучше дать ему отдохнуть. Зачем делать это осенью, когда лучше обновить растение весной и оно начнет пышно цвести после обрезки? На самом деле, большое растение требует много воды и вам просто придется очень часто и много поливать его. И чтобы сократить полив, лучше, конечно, пеларгонию обрезать. Если у вас лампы, подсветка и растения сейчас стоят на южном окне, то осенью они получат достаточно солнца. Их можно смело обрезать. А если северное или восточное окно подсветки у вас нет, то не стоит обрезать или сделать небольшую стрижку. Я всегда обрезаю пеларгонию осенью, чтобы обновить куст, чтобы облегчить кусту жизнь в осенне-зимний период. Ну и, конечно, облегчить жизнь себе, потому что такие огромные растения очень много требуют питания и полива. Практически каждый день этот маленький горшочек, полтора литра, постоянно, каждый день сухой после каждого полива, потому что в квартире жарко, потому что отопление постоянно топится и горшки очень быстро пересыхают. Удобрения. И стоит ли их применять? И в каких случаях обязательно? Удобрять стоит активно те растения, которые у вас еще цветут и есть достаточно стос, солнца или подсветка. Такие растения также нуждаются в питании 1 раз в 2 недели. В этот период такие растения подкармливаем монофосфатом калия 1 грамм на литр и чередуем с биогумусом либо универсальным удобрением с ровным формулой НПК, например, 16-16-16. Если пиларгония обрезана, то подкармливаем сокращаем до 1 раза в месяц. Используем 1-2 от полной дозировки, что рекомендуют производители, и используем универсальные удобрения с ровной формулой НПК и дополнительными макро- и микроэлементами. Это поможет пиларгонии расти здоровой и правильно развиваться. Черенки можно стимулировать в росте, если у них есть дополнительная подсветка. Лучше всего для стимуляции подходит удобрение с большим содержанием азота, например, биогумус. Он и питает растения, и стимулирует рост зеленой массы. Проблема с листьями. Почему они постоянно желтеют осенью? Основная проблема пиларгонии осенью начинают желтеть листья. От чего это зависит? Мало света, мало солнца. Растение начинает листопад. В этом случае стоит поставить дополнительную подсветку. Заливайте или наоборот плохо поливаете. Отрегулируйте полив. Поливайте после того, как земля просохнет. Стоит проверить горшки через день. Пиларгония болеет. Тогда стоит проверить растения на вредителей. Посмотрите, не живет ли кто под листиками. Если нашли вредителя, опознайте и лечите растения от вредителей. Резкие перепады температуры. Пиларгония не очень любит сквозняки. И когда резко холодает и становится холодно, пиларгония начинает желтеть. Поэтому уберите горшки пиларгонии от сквозняков. Если вам понравилось видео, поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересных видео о пиларгониях и о других интересных растениях. Всем пока-пока!